Вопрос такой. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели, кто смотрит рубрики «Вопросы Довлатову», с глубоким благодарностью хочу поблагодарить вас за то, что вы подписаны на нашем канале. Мы отвечаем за вопросы, которые касаются бизнеса, отвечаем за вопросы, которые касаются иногда духовности, иногда наставничества и так далее. Сдают меня разнообразные вопросы, поэтому я на них отвечаю. Дорогие мои, задавайте актуальные вопросы, я с удовольствием отвечу от чистого сердца. Вопросы, которые придут, я на них отвечаю. Надеюсь, что эти вопросы в чем-то вам помогут. Эта рубрика именно создана для того, чтобы больше количеством людям поддерживать, больше количеством людям помогать. Она для этого создана. Вопрос задает один человек, но несколько десятков тысяч, сотни тысяч людей, послушая, берут для себя какие-то ценности, какие-то ответы. Вопрос такой. Мария Бекбусинова. Как перезагрузить и обновить отношения с мужем? Я уже ухаживаю за собой и комплименты ему делаю. В постели все в порядке. Я хотел бы с ним много общаться, а мы мальчим большинство. Мне неинтересно с ним жить. Мы разные на интеллектуальном уровне. Я не знаю, что там у него на душе спрашивают, не говорит. Он суверен и шутка у него пошли. Я начинаю что-то обсуждать, он спорит. И мы ссоримся. Знаете, в таких случаях что надо делать? Я понимаю вас, Мария. Я очень хорошо понимаю вас, Мария. Знаете как? В таких случаях, дорогие мои, вообще, вообще, как можно создать счастливую семью? И в таких случаях тем более. Счастья, чем большее количество совместных дел вы завершаете, тем больше вы приближаетесь. Чем большее количество совместных решений принимаете, тем больше вы растете вместе. Чем большее совместных места посвящаете. то есть совместно путешествовать совместно читать на похожие книги совместно сходить к но совместно строить дом совместно делать ремонт совместно принимать решение за детьми и так далее так далее но я заметила вот именно это делят вас счастливыми в семье вот теперь я заметил что когда жена постоянно учится и муж не учится у них интересы становятся разными и сценности становится со временем разными то что интересно потом жену мужу неинтересно или наоборот если муж постоянно развивается и жена дома сидит и так далее и со постепенно муж развивается развивается и жена становится для него неинтересная то есть он начнет восхищаться чужими женщинами и жена соответственно для него неинтересно становится с чего надо начинать начните с того что станьте хорошей женой не пытайтесь его изменить и одному своему другу так рекомендовал ему сказал не пытается требовать от нее просто стан хорошим отцом для своих детей и хорошим мужем и он попросил как мне это сделать я сказал ты просто приходи под рядом с ней когда надо помоги и когда надо просто вникай в том то что ей интересно говори комплименте которые она хочет слышать дарите подарки которые она нужна а не то что тебе нравится продолжение которое время и он начал так делать и со времен пришло мне сказал знаете я раньше говорит чтобы не говорим и ссорились вот похоже было как как вы сейчас написали он сказал знаете то что она делит меня раздражало а вот после ваши советы я пошел и действительно начали просто стараться заботиться о ней и быть рядом просто делать то что ей нравится не не навязчиво просто свободно и не напрягать без ожиданий без без того что она должна быть такая как я хочу просто без ожиданий и знаете через полгода он пришел меня так поблагодарил за это узко знаете со временем когда стала для него опора когда начали и и понимать она постепенно постепенно начала доверять мне больше и начал общаться как смотреть на меня больше начали себя вести по-другому я вам скажу одно случай я каждое утро отправляю свою жену добрые слова каждое утро свою семью отправляю первые полгода моя семья не реагировала я каждое утро отправляю и это уже протяжении несколько лет делаю первые полгода она вообще не реагировала на это она просто сказала спасибо добрый любимый или что-то такое простое я смотрю недавно каждое утро она теперь отправлять мне и понимаете самим надо стать тем человеком как вы хотите чтобы ваша супруга была или был к вам по отношению к вам самим надо этим стать я вижу что вы старайтесь и просто продолжайте но теперь продолжайте это делать и одета получаете наслаждение деляйте это с любовью деляйте это без ожидания если в это сделать и без ожидания вы не будете в голове держать что а чё теперь я постоянно буду делать так а он никак нет выделите выбор сама вы же хотите быть счастливая жена так поэтому и просто ведите себя как счастливая жена продолжайте делать продолжайте он такой какой он есть но вы продолжаете делать чтобы со временем он точно также раскрылся нужно время продолжайте вода кипит когда дадите 100 градус дайте ему 40 градус кипяток не получите я думаю что в вашем работе еще где-то 50 градус надо добавить продолжайте потому что в это деле это ради себя ради него ради себя чтобы быть счастливая любимая жена так что с вдохновением с полной радости продолжайте делать с удовольствием аккуратно по чуть-чуть по чуть-чуть постепенно вы увидите это получится станте хорошей женой продолжайте спросите ему однажды знаете вам рекомендую еще так вот такая техника используйте пишите ему скажите ему напиши мне пожалуйста 5 вещей что я должен делать чтобы стату женщину от которым ты мечтаешь 5 вещей что я в себе должна развить то то что ты а то мишечный который ты мечтаешь возможно мне что-то улучшить себе возможно что-то меня изменить просто пищи и даже без если он что-то пишет вы воспринимаете это как как наставление не как критика она очень сильно помогает скажи мне пять вещей что я должен в себе развивать чтобы быть соответствует тот женщина который ты мечтаешь и все и так можно и мужу сказать так можно и жену сказать понимаете это очень сильно помогает добрый день уважаемый саду раджабыч меня зовут ирлан меня 30 лет я из астане казахстан у меня такой вопрос я работаю в частой компании юристом но хочу создать женщь хочу создать жилищный кооператив и помогать людям пообретение и улучшение своих жилищных условий но моя супруга не хочет чтобы я этим занимался так как она опасается что если что-то пойдет не так то люди меня будут материть и проклинать так как они должны будут вкладывать первоначально так вот стоит ли мне прислушаться к супруге и забыть об этой идее или все-таки папа попробовать так как мы семья хотели бы чтобы это было наше обоюдное решение прошу помочь в ответе заранее благодарен дорогой мой ирлан создать жилищный кооператив это хорошо очень хорошо но и опасание и меня не ваша жена тоже правильно и вы праве и она права понимаете ничего если не делать успех не придет никогда она опасается тем что чтобы вы не залезли в проблемах вот почему она приживает поэтому что надо делать вам надо сначала работать где-то не будет где жилищный кооператив есть чтобы изнутри все подводные камни видеть чтобы у вас появилась более проверенная стратегия у вас опыт должно появиться и она должна быть успешный опыт неудачный опыт не пригодится именно успешный опыт вы должны работать какой-то жилищный кооперативе хотя и полгода или год накопите опыт знаний вы посмотрите как это лучше делать как правильно делать если вы просто как агент работали жилищных кооперативе это не помогает например сейчас полно жилищных кооперативе который методики стволом маркетинга используют агенты агентской методика и продвигает привлекает например участников в этом жилищном кооперативе постовом маркетингу вы таким образом не поймете как это система работает вы должны работать администрации жилищного кооператива чтобы выйдет как приобретается откуда приходит хватать ли финансов что происходит если вдруг не дах нехватка финансов и даже не хорошо понимать финансовый отдел а что если вы в начале оплате люди потом не доплатит потом дальше поток если не можете создать таком случае что потому что жилищные кооперативы это когда постоянный поток надо создать чтобы по очереди люди приобретали жилье и так далее чтобы не получилось так что который в начале платили и потом они страдали я знаю как минимум 67 человек который именно так произошло с ними те люди которые то есть они открывали жилищный кооператив потом они не могли раскрутиться поэтому в начале вам надо делать вот это работаете администрация какой-то ему компания где жилищный кооператив и так далее работайте там или же стройбанк идите работаете чтобы понимать немножко как это все делится чтобы ближе эти эти знания не ближе помогали бы вам а потом пожалуйста открывайте тогда ваша жена даже не будет против хорошо вы праве и она про просто у вас опыта мало поэтому это опасно делать следующий следующий вещь который хотел бы ответить следующий вопрос здравствуйте наставник меня зовут нургуль я из алмати у меня гражданский брак муж неверующий когда молюсь перед сном он насмехается типа я монашка сейчас придет аллах и укроет и так далее чтобы я не сделала он на все насмехается читаю ваши книги смотрю видео ваши он мешает кричит или глупые вопросы специально задает но меня отвлекает я пока мальчу я очень спокойно отношусь к ним но уже конец думаю он по себе добрый вот уже пять месяцев у него такой болезнь как я начал работать в стовой компании я думаю что просто он видите нургуль видите он он так себя ведет потому что возможно он не верит ствол маркетингу и так далее а то что он от есть не верит бога это естественная вещь полно таких людей а то вы служите пожалуйста ты служите аллаху продолжайте рано или поздно все придут к богу рано или поздно все придут к аллаху все только кто раньше пришел то и выигрыши так что вы не переживайте вип на правильные пути идите дальше служить аллаху служить и говорите если вы начали заниматься твой маркетинг продолжайте когда он начнет вам вас слышит когда он начнет будет поддерживать вас когда у вас будут результате результат говорит громче результат заставлять людей уважать вас результат заставлять слышит вас понимаете просто старайтесь фокусироваться на результат не отвлекайтесь на него потому что это как раз испытания для вас это как раз помеха для вас вы не должны отвлекаться на такие случая если сегодня муж отвлекает вас завтра кто-то еще другой после завтра сосед ремонт делать отвлекать вас на autumn книги читать еще через день машине которая дорога проходит отвлекает вас вам будет всегда что-то отвлекать что-то не давать вам дела то то что вы должны делать жизнь это так построен поэтому пожалуйста максимально концентруйтесь на свои цели двигайтесь придет развивайтесь не останавливайтесь просто двигайтесь прид делите вот это это будут для вас самые лучшие а то что он атеист оставьте его ничего страшного рано или поздно сам придет к этому молитесь за него только что аллах направил на правильные пути и все дорогие друзья на предыдущем видео предыдущем видео я говорили о том как правильно вообще на самом деле что я имею ввиду видите иногда порою на самом деле а коса коммуникация не то что ты говоришь а как ты понимает иногда коса некоторые то что высказываю наверное это в силе от нехватка моего русского языка что ли или что-то иногда возможно так а коса по-разному восприятие в создается поэтому предыдущем видео я говорю что нельзя просить прощение у жены у детей у почемные три человека которые словами нельзя просить прощение другими словами я хочу сказать как у этих трех людей правильно просить прощение вы должны очень хорошо понять это например я еще раз объясню этого чтобы вы всегда понимали потому что я почитаю ваши комментарии я вижу а коса некоторыми знак это больно сдать сдава задевает вас возможно потом со временем жизни вы будьте это видит и может быть потом вы меня поймете лучше дорогие мои что самое ценное для человека это его семья результат все ваши труда в этой жизни вы проводите это семьей понимаете сами дорогой человек вашей жизни запомните это ваша жена и вы за вашим уж это правда это ваши дети жизнь продолжается благодаря именно этому никогда не обижайтесь жену и детей никогда не поднимает рук на жену и на детей ником случае никогда если я сказал что словами не надо просить прощение это не означает что ругать жену или бить жену или детей и не просить прощение нет ребята это не так это далеко не так почему я говорю что когда уже на словами просто прощение если вы это делаете один раз два раз и привыкните к этому а потом когда в это делите часто вы на его глаза падаете женщина хочет на вас видеть великую мужчину женщина хочет на вас видит великого человека она хочет видеть того с кем она могут действительно кому могут доверять свою судьбу и она на вас должна видеть как кара короля своего спасителя своего надежда когда она видит что вы постоянно колебаетесь постоянно ошибаетесь и очень тяжело она потеряет вера в будущее поэтому вот каким языком надо просить прощения у жены я сейчас скажу как должно быть если вы ошиблись вы неправе он не то пошло не так получилось подойдите скажите я не идеальный муж я понимаю что они все сделал так как должно быть но у меня сплан как это справит и всегда своим поступком изменяйте себя измените себе исправьте ситуацию своим поступком вот тогда сделайте так чтобы это боль очистить от ее души очистить от его сердца чтобы она даже не ждала от тебя что ты словами говоришь то прости чтобы она этого вообще больше не ждала и не даже не думала об этом я вижу многих мужчин которые знаете но мы же все люди мы будем же все равно ошибаться правильно вот сегодня 1 раз ошибаться через неделю опять потом словами говорят но свои поступки не изменяет себя не изменяет не справляет свои эти ошибки и только питается словами уговаривать свою жену и соответственно поэтому на глазах женщины вы падаете и и мой совет к вам да у всех просите прощение если вы виноваты сначала у всевышнего у всех людей если вы виноваты кого-то задели всегда прости прощение запомните уже не словами не просите прощение о своим поступками изменяйте себя исправьте ситуацию чтобы она была благодарна таким образом смывайте боль у него в сердце чтобы она не ждала от вас прощение я это имею ввиду ребят чтобы на его глазах и не падали она всегда должна верить и чувствовать что она с вами безопасно она всегда должна верить чувствовать что с вами ей буду легче в жизни она всегда должна этому верить уловили она всегда это должна воспринимать так что вот с вами ей повезло вот так должно быть я говорю что у своих детей не попросите прощения я имею ввиду словами а каким языком надо просить прощение у своих детей исправьте ситуацию дайте им надежду запомните поддерживайте детей знаете у я написал свои жизненные карета их 114 одна из них такой одна из них такое это твои жизненные ценности например одна из них такой мое отношение к моим детям я наизусть их знаю я скажу вам одну из них единственный человек который должен быть ближе к моим детям это я единственным кому они могут всю свою душевную боль и свою мечту рассказать это должен буду я единственным человеком самым самым главным человеком которые будут стараться их услышать нужное время это буду я если мои дети не доверять мне свою боль свою мечту значит как отец я не смог себя реализовать это моя жизненная карета жизненные ценности поэтому я делюсь с вами своим взглядом возможно она соответствует возможно вам она нравится возможно нет поэтому вот когда я говорю что если я говорю словами не просите прошло детей это не означает что вы имеете право их унижать оскорблят и не просто не это потому что дети делят не то что мы им говорим а делят то что они видят своим примером исправьте ситуацию если где-то вы не то делали своим примером исправляйте ситуацию изменяйте себя самый главный свидетель главные ваши судьи это ваши дети сделайте так чтобы они всегда гордились что я сын того человека я дочка того человека и всегда детям говорит что я мечтаю что ты вырастешь станешь лучше чем я я горжусь тобой мой ребенок хорошие дети не каждому удается ради семьи вот так делайте но если вы постоянно словами просто прощение и так далее со временем это приведет к тому что они перестанут вас уважать они видят что ты просили прощение словами но не изменяешься не растешь просто говорит что мне жал я тут был неправ мы это сделаем исправляем у меня есть такой план давайте сделаем так тоже сами делитесь со своим подчинением запомнить это ваши подчиненные больше видят ваши недостатки чем ваше достоинство они больше видят но когда они видят что вы исправляете их они когда видят что вы старайтесь развиваете свою сильную сторону исправляйте эти недостатки они еще больше будут уважать вас снять вас ради семью делите так ради будущих детей делите так жаля вам успехов так что дорогие мои не воспринимайте мои слова как привернуто старайтесь побольше моей публики слышит несколько мои ролики чтобы глубину понимать глубину осознавать вот вот это с первого раза когда вы видите возможно внешнего например одну-два фраза глубину если не усваивая несколько ролика не услышав возможно это вам могут задевать может быть возможно это вы воспринимать можете это как будто ого да Владов почему так сказал нет ребята постарайтесь еще глубину видеть тех людей которые например из практика я рассказываю тут нету мое мнение я много раз консультировал людей и много сменил образ жизни видел те люди которые исправляли именно своим поступком то есть язык того который вы просто прощение у жени она должна быть такого своим поступком совершенствовать чтобы смывать боль у него в душе чтобы она никогда даже не ждала этого чтобы она восхищалась что вау как мне повезло с этим мужчиной вот так должно быть желаю вам счастья успехов уважаемые наши слушатели вау у